всем привет как вы поняли уже сегодня очередное маникюрное видео и будем делать вот такой вот симпатичный очень очень простой дизайн элементарный дизайн за две минуты ну и кому интересно оставайтесь со мной и приятного просмотра если вы поставите лайк буду вам безмерно благодарна подпишитесь просто бальзамах для моей души что называется ну естественно те кто подписываются и ставят лайки пожалуйста пишите в комментариях ну чтобы я поняла чтобы я не пропустила ваши подписки потому что я всегда очень благодарна тем кто на меня подписывается и ставит лайк меня поддерживает я обязательно прихожу к вам в ответ поддерживаю вам вас таким же образом подпиской и лайком и комментарием те кто меня давно смотрит знают что кто оставил комментарии лайки я просто обязательно прихожу в ответ и тоже оставляю комментарии лайк поддержку ну и как я уже сказала подписываюсь Если вы на меня подписались Давайте поддерживать друг друга Ну и расти и развиваться вместе Так что кому интересно Оставайтесь со мной Все очень просто, элементарно За 2 минуты обычными декоративными лаками Для ногтей, не гей-лаками Вы можете создать вот такое разнообразие Для своих ноготков Приятного просмотра Вот как бы 3 варианта одного дизайна Это первый вариант Который мы сделаем вместе И постепенно этот первый вариант Будет у нас превращаться Во второй и в третий вариант Ну и в общем-то Естественно идея не моя Идея блогера Юлия Канал называется Мисс Стайл Капучино И она сняла видео в 2013 году Я у нее как всегда попросила Разрешение повторить ее дизайн Ну она видимо то ли не появляется на своем канале То ли не читает комментарии к старым видео Не знаю В общем ответа я не получила Не дождалась Ну естественно ссылку я дам Как всегда в уголочке Внизу под видео На оригинальное видео Ну и так Дизайн очень простой И мы будем делать его с вами вместе На левой руке Все очень просто Для этого дизайна Вам потребуется Самый-самый минимум База под ногтей Она у меня уже нанесена У меня была все время Вот я вам показывала Тренд этап Она у меня не закончилась Вот вы видите По-моему уровень где-то Вот такой вот Но она совершенно Почему-то У меня Стала густой Загустела В общем ей уже невозможно пользоваться Так что я ее считаю законченной И вам советовать ее не буду Цвет она Вначале она почему-то Была очень жидкая Да И она у нее длинная Очень кисточка неудобная Поэтому Бутылек тоже длинный Поэтому все вот По этой кисточке Набирала вроде бы немного Остекала на ноготок Больше чем надо Это первое А второе Быстро очень она загустела Я не знаю почему Но сейчас невозможно ей пользоваться Она прям комками ложится Поэтому вот как я говорю Что хотя ее осталось еще где-то Вот ну Не знаю Сколько тут Одна четверть Или Одна пятая бутылька Но я считаю ее законченной Потому что я уже не могу Она с кальцием якобы Она лечебная Ну Лечебная не лечебная Не знаю В общем Не буду советовать Да Поэтому я взяла То что у меня было в запасах Это от Сэлли Хансен Миракл Кьюр Ну и в общем Якобы она делает ногти Более сильными Не знаю У меня они как были Ломкими И Слоящимися Так и остались Но Я ее использую просто как базу И все Больше я о ней ничего не буду говорить Это короткое отступление В общем вам понадобится база Белый лак Ну вы можете взять любой другой Я взяла белый Как и в оригинале Потом топовое покрытие В конечном итоге У меня глянцевое Возможно у вас будет матовое Как вам угодно Мне всегда нужна жидкость Для снятия лака с кисточкой Все еще Кисточка у меня от Essence Скошенная для глаз Дальше вам понадобится Тоненькая кисточка Которой у меня нет Поэтому я взяла Вот вы знаете Обрезала Обычную кисточку От закончившегося лака Для ногтей Ее я использую В качестве тонкой кисточки Вообще не очень удобно Но лучше чем ничего Конечно Настоящая тонкая кисточка Которую я все никак не куплю Лучше Ну и в конечном итоге Для второго и третьего дизайна Вам понадобится дотс Все Это все Что вам понадобится Да Еще я беру всегда Кусочек фольги В качестве палитры Возможно у вас есть Какой-то Силиконовый коврик Ну вот У меня все по-простому И все подручными средствами Итак Если вам интересно Оставайтесь со мной И приятного просмотра Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Ну и как вы знаете Я всегда прихожу К тем Кто Пишет комментарии Приходит на мой канал Поддерживает меня Я обязательно поддерживаю В ответ Ну и пожалуйста Еще раз Как-то в комментариях Дайте мне знать Если вы подписываетесь Чтобы я не пропустила Вашу подписку Тогда соответственно Я подпишусь на ваш канал Все Приятного просмотра Итак поехали Для начала Нам нужен Белый лак И Вот такая Неприличная Так называемая Палитра И где-то рядом Жидкость для снятия Лака с кисточкой Недалеко Вот я поставлю как-то так Чтобы мне было удобно Да И тонкая кисточка База под лак Для ногтей Я ее уже убрала Она мне нужна Она у меня нанесена Ну вы можете Какое-то Вместо базы Ну или вместе с базой Скорее нанести Какой-то Основной Цвет Ну скажем так Бледно-розовый Я об этом думала Может быть я когда-то Сделаю Вот еще с основным цветом Но так Еще проще Это очень простой Маникюр Как я уже сказала Делается на коленке Что мне очень Понравилось У Юлии Подкупила меня Ну и ставим Какую-то такую Себе на палитру Точку Лаком Белым У Юлии сделано Все Не лаком А Как же это называется Господи Я забыла Какая-то по-моему Специальная краска Для ногтей У меня все не специальное У меня все самое обычное Из ближайшего магазина Ну и естественно Я убрала пока Топовое покрытие Потому что Оно нам понадобится В самом конце Ну и пока мы делаем Ну с какого пальца Начнем Допустим С этого С указательного Просто прикладываем Таким вот образом Можно даже не проводить А просто прикладывать Но задачка в том Состоит В лучшем Лучше было бы Если бы На кисточку набира Ну лак Довольно густой у меня На кисточку набирался бы Лак Максимум лака Должен быть Вообще-то На свободном Краю ноготка Но У меня он очень густой И быстро сохнущий Поэтому Как-то мне надо спешить Не обязательно Очень ровные линии Но должны быть Просто параллельные Ну и расстояние Примерно одно и то же Должны быть Но тоже не обязательно Очень Математически Высчитывать Ну и они могут быть Немного разной длины И вот как вы видите В реальном времени Все делается Очень-очень быстро Причем надо спешить Как я говорю У меня лак Довольно быстро Застывающий Ну и опять же Не Спешить еще надо Потому что Лаки мои Как вы знаете Обычные Декоративные А не гель-лаки Они Имеют Другие свойства Тут не поправишь Ничего То есть Если что-то не получится Надо Просто-напросто Переделывать Что не есть Очень здорово Опять же Сначала База Ну тут у меня Мизинчик Очень маленький Поэтому много сюда К сожалению Не Лак уже Практически застыл Так Я не уследила Сейчас придется Новую Порцию Лака Капать Конечно Мне нужно Новый Покупать Тут уже Не очень Много У меня Осталось Лака Поэтому Тоже Трудновато Доставать Ну да Бог С ним Мы справимся Ведь Правда Мне Хватит Пока Пока Хватит По большому Счету Наверное Надо было Кисточку Между делом Очистить Но Я Не Стала Ну и Вот Как-то Так Что Вы Видите Не В Курсе Я Надеюсь Что То У меня Записалось Я Не Могу Повернуть Никак Чтобы Вам Было Видно Не Видно Все Равно Надеется На Других Пальцах Вы Увидите Увидели Видите У меня Здесь Дефект Отслоился Отслоилась Часть Ноготка Скажем Так Поэтому Они Неровные Увы Ах Но Если Я Уже Пробовала Их Опиливать Ничего Не Получилось Из Этого Хорошего Вот Так Наверное Сделаю Вот Так Вот Примерно Видите Вот В таком Варианте В принципе Можно Уже Оставить Вот Так И Это Получается Уже Как бы Первый Дизайн И Я С Таким С Удовольствием Походила Но Мы Будем Его Так Сказать Усовершенствовать То есть Видите За 5 Минут Вот Такой Вот Уже Симпатичный То ли Френч То ли Что Полосатенький Дизайн Можно Конечно Эти полоски Вообще До Конца До Кутикулы Вести Тут В принципе Не Играет Никакой Роли Можно Сделать Разноцветными То есть Идей Тут Поэтому Вот Как бы Вот Первый Вариант Просто Покрыть Сверху Топовым Покрытием И Будет Уже У вас За 5 Минут Симпатичный Дизайн Вот Такой Милашный Сейчас Я Просушу Буквально 2 Минуты Это Будет Быстро Сохнуть Почему Потому Что Все Так Этот Дизайн Сделан Только Полосочки И Полосочки Должны Очень Быстро Высохнуть И Вернусь К вам И И мы Продолжим Его Разнообразить Усовершенствовать Ну А пока Вот Как бы Вот Такой Результат Вот Еще раз Вам Покажу Поближе И В принципе На этом Этапе Первый Этап На этом Этапе Можно Остановиться Ну И Встретимся Через 2 Минуты Для вас Эта Секунда Будет Можно Сделать Еще Вот Такой Вот Вариант Ну В принципе То же Самое Только Цветными Лаками И Остановиться На Вот Этом Моменте Как Он Делается Все Очень Просто Нам Понадобится Какая То Фольга В Качестве Палитры И Вот Я Взяла Выборку Из Четырех Цветных Лаков Как Всегда Жидкость Для Снятия Лака С тонкой Кисточкой Которых У меня До сих Пор Нет Я Беру Вот Обрезки Ну И Естественно База Под Лак Для Ногтей Которая У меня Уже Нанесена Просто Я Показываю Вам Любую Я Давно Уже Не Использую Но Использовала Другую Но Просто Я Не Пронесла Ее База Под Лак Убираем Жидкость Для Снятия Лака Рядом Ну Любого Лака В общем-то Начинаю Обычно От Светлого К темному Так Уже Пошло Наперекосяк Сейчас Вот Видите Такая Незадача Да И Просто Ставим Ну Скажем Так Капли Какие-то Да Капаем Лак На Палитру Это Кстати Еще Хороший Способ Быстро Избавиться От Надоевших Лаков Конечно Можно Их Выбросить А можно Вот Ну Дальше Все Просто Не знаю Насколько Вам Видно Постараюсь Сделать Чтобы Вам Видно Было Ну И Вот Рисуем Полосы Я Беру Сразу Конечно Я залезаю На Кутибулу На Это Все Уберу Я Беру Сразу Один И тот Желак И Делаю В Разных Местах Вот Видите Оно У меня Неровно Конечно Получается Все Ну Что Делать Я Ж Не Мастер Ну И Разного Размера И Разной Длины Ставлю Вот Такие Вот Рисую Полоски Конечно В идеале Какие-то Ровные Но У меня Увы Руки Трясутся Ну И Кисточка Желает Оставляет Желать Лучшего Ну Как-то Так Я Больше Всего Люблю Все-таки Ставить Вот Эти Полосы Светлым Лаком Ближе Кутикуле Потому Что Темный Ну Сами Знаете Убирается Он Не Очень Сейчас Я Вне Камеры Уберу И Вернусь К вам Так Теперь Мы Берем Следующий Лак Да Вот Это Надо Обтереть Конечно Где-то У меня Неподалеку Лежит Просто Неприличная Бумажка Которую Я Вытираю Возможно Надо Смывать Лак Жидкости Для Снятия Лака Или Ну Не знаю Брать Новую Кисточку Но У меня Одна Вот Этот Обрезок Единственный Как Вы Видите Капаю Я Следующий Лак Опять Же Светлый Ну И Повторяю Все То же Самое Суть В том Чтобы Нарисовать Вот Эти Вот Полоски Рядом Ничего Не Видно Заранее Прошу Прощения Лаки Малопигментированные Берите Лучше Более Высокопигментированные Хотя По идее Они Здорово Подходят Мне По Цветовой Гамме Друг Сругом Сочетаются Хорошо На мой Взгляд Ну И Далее Где-то Как-то Так Можно Будет Потом В дальнейшем Просто Добавить Второй Слой Я Не знаю Буду Я Это Делать Или Нет Возможно И Не Буду Ну Какие-то Такие Полосы Мы Рисуем Разные Абсолютно Разные Произвольные Длины Так Обтираю Кисточку Возвращаюсь К вам Следующий Лак У нас Ну В принципе Любой Возьмем Этот Этот У меня Густой Хоть Я его Вроде Разбавителем Разбавляла Но Он Очень Старый С другой Стран Цвет Красивый И Подходит Сочетается Хорошо С этими Цветами Но С ним Нужно Очень Быстро Работать Потому Что Иначе Будет Плохой Результат Так Ну И Едем Дальше Можно Покороче Можно Подлиннее Вот Видите Получается Даже Достаточно Тонко Удивительно Ну И Вот Он Уже Пошел Густеть То Есть Какой То Он В этом Плане Странный Не Понимаю Почему Настолько Быстро Ну В Принцип Вы Поняли Все Достаточно Просто Получается Такой Цветной Забор Так Так Что-то У меня Какая-то Волосина Упала Но Лак Приклеилось Похоже Неудачно Так И вот Похоже Последний У меня Видимо Не получится Видите Что Произошло Он Уже Загустел Да Уже Ничего Не Получается Все Финита Лакомедия Так Ну И Убираю Все Это С Кисточки Вне Камеры Ну А теперь Пошел Последний Цвет Можете Сколько Угодно Цветов Взять И Строить Ваш Забор Из Любого Количества Цветов Лаки Должны Быть Достаточно Жидкими Как Вы Уже Поняли Вот С этим Густым У меня Плохо Получилось Ну И Далее Продолжаем Третью Часть Марлезонского Балета Скорее Всего Лучше Наверное Да Я Вам Конечно Ничего Не Видно Вам Заранее Прошу Прощения Я Стараюсь Посматривать В камеру Но Не Совсем Не Всегда У Меня Это Получается К Сожалению Так Что Я Дико Извиняюсь Я Думаю Что Я Еще Могу Сделать Пару Полосочек Он У меня Еще Не Загустел Так Вот Здесь Так Видно Вам Что Нибудь Я Поздаюсь Посматривать Посматривать Но С С С Неб Розовый Который Опять Прилип Такая Незадача Дефект Такой Не знаю Что Случилось Почему Лучше Я Буду Делать Новые Капли Потому Что Все Так Там Подзастыло Все Видите Какой Он Жиденький Перебор Много Я Взяла Ну Ладно Что Делать Так Ну И Продолжаем Выкунаем Кисточку И Рисуем Дальше Так Не знаю Я К сожалению Не могу К вам Повернуться Повернуть Вывернуть Руку Ничего У меня Из этого Не выйдет Я Пытаюсь Но Увы Увы Очень Вот Этот Цвет Малопигментированный В один Слой К Сожалению Наглядки У меня Очень Узкие Поэтому Тоже Достаточно Неудобно Ну Как Есть Так Что Что У меня Тут За Грязь Еще Какая-то Грязь Тут Образовалась Непонятно Так Куда Еще Мне Вроде бы Больше Некуда Розовый Так Вот Опять же Результат Знаете Я придумала Другую Штуку Сейчас Я Еще Розовый Использую Использую Потому Потому Что Жалко Я Много Тут Наляпала И Где-то Между Вот Так Поставлю Полосочки Где Можно Так Здесь Не Получится Похоже Тоже Не Особо Получится Ну Вот Здесь Можно Как-то Плохая Идея Наверное Здесь Между Сиреневым И Ну Вот 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 Так Ну И Дальше Мы Берем Что У нас Тут Остается Сиреневый Наверное Сиреневый Настолько Красивый Цвет Этот Лавандовый Что Мне Его Даже Жалко На Такой Дизайн Вот Видите Он Уже Тихо Тихо Заканчивается Так Отказала Я Наверное Не в Камеру Ну Ладно Ну И Где У нас Тут Не Хватает Вот Здесь Не Хватает Так Да Куда Мы Еще Прилепаем Вот Сюда По Моему Я Совсем Не В Камере Здесь Мне Уже Вроде Некуда Большой Палец Он Самый Такой Широкий Ноготок Как Вы Видите Действительно Все Очень Быстро Быстрее Некуда Сейчас Я Еще Здесь Как То Так Сделаю Широк Это Наверное Думаю Что Лишнее Конечно Конечно Жилишнее Просто Жалко Лак Пожадничал Скажем Так Я Еще Сейчас Добавлю Сверху На Вот Этот Вот Просто Посочнее Сделаю Посочнее Так Ну Ладно И вот Сюда Здесь Какая-то У меня Непонятная Волосина Так Это Я Развозюкала Это Я Плохо Сделала Ну Ладно Так Получается Ерунда Вот Промежуточный Ну И Самый Последний Ну Какой Я Возьму Я Опять Вот Этот Дурной То есть Он Красивый Но Он Очень Густой Я Даже Не могу Понять Сколько Его осталось Я Его Пыталась Использовать Даже Из-за Него Фактически Еще Из-за Пары Других Создала Прочек Полиш Но Ничего У меня Из-за Этого Не вышло Бутылек Очень Большой Извините Я На весу Делаю Не Очень Неудобно На камеру Так Ну И что Здесь Чуть Чуть Освежить Освежить Только Хуже Получится Да Идея Плохая С Освежением Ну Ладно Ну И последний Штрих Тогда уж Возьмем Серый Капельку Просто у меня На большом Пальце Чуть Осталось Место То есть Фактически Из всех У меня Два Пигментированных Это вот этот Серый И Вот этот Розовый Так Но Не розовый А бордовый Но бордовый Оставляет Желать Лучшего Так Ну Вот такой Вот итоговый Результат У нас Получился Эдакая Полосатый Заборчик Или Национальный Наряд Таджикистана Так я себе Представляю Ну Не важно И В принципе На этом моменте Можно закончить Все покрыть Топовым покрытием И все Я еще не решила Что я буду делать Возможно Я так оставлю Возможно Я покрою Топовым покрытием А возможно Я и приклею Наклейки То есть Как говорится Голь на выдумку Хитра Ну и Как вы поняли Вот все В реальном времени Все очень Очень быстро Но правда Тяп-ляп Ну Возможно Я же говорю Я не специалист Я не Дизайн Не Не отношусь К индустрии Красоты Никаким образом И В ногтевой индустрии Вообще Не работаю И никогда Этому всему Не училась Просто Делаю для себя Получаю удовольствие Ну Заодно Снимаю Делюсь Как бы Так сказать Опытом Опытом Громко сказано В общем В принципе Вы можете Остановиться А можете Продолжить Это уже Как вам Вашей душе Угодно Ну Ну И Вот Еще Раз Что Я Использовала Я Использовала Базу Я Использовала Четыре Цветных Лака Жидкость Для Снятия Лака И Тонкая Кисточка Которой У меня Нет И Вот Такой Вот У нас Получается Полосатость Ну И Все Получается Продолжение следует